Скоро на экранах Дома-2. Война Надежды Ермаковой и Яны Захаровой. Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Не все основные задачи еще выполнила Надя Ермакова на телепроекте. Хоть и набрала 1 миллион подписчиков, выиграла конкурс «Человек-года». Даже с Даниэлем Чистовым вполне может, как показал тест, детей заводить. Но готовится Надя к полномасштабным боевым действиям с бывшей подругой Яной Захаровой. Будут эти опытные игроки сражаться за место провокатора на телестройке, ведь первые удары нанесены и к действиям они уже приступили. Из-за поцелуя Захаровой с Адеевым тошнит Ермакову, хотя сама она проходила детектор лжи из-за связи с Лешей, тогда еще и даже неразведенным. Ревнует Ермакова Адеева к бывшей подруге Яне, как считаете? Или ревнует к доминированию Захаровой в эфирах, ведь зрители уже открыто смеются с привычки Наде валяться на кровати, принимая гостей или обсуждая происходящее. Так Кассин-директору недолго и проиграть. Тем более, что в периметре появился Алексей Безус, который отлично справляется с ролью провокатора и манипулятора, чем он явно и займется на телестройке. Интересно, чьим союзником станет Безус, Захаровой или Ермаковой, то и победа достанется? Пишите свое мнение в комментариях. Андрей Черкасов пообещал раскрутить Артема Гранта, как певца. Из одного свадебного вечера на реалити-шоу «Дом-2» могут создать череду скандалов и конфликтов, если очень постараются. Так вышло и с праздником Екатерины Гориной и Артура Николычука, которые обсуждают на поляне более недели. Молодожены успели разругаться и помириться. Приглашенные гости получили свою порцию грязи, как Селена Майер, не присутствовавшей на торжестве. Андрей Черкасов на лобном месте был удивлен, что без особого энтузиазма реагируют участники на тему совместного дуэта Артема Гранта и Насти Бигриной. Очень уж заманчиво превратить Евгения Ромашова в главного ревнивца телестройки. Не потому ли пообещал Гранту, ведущий Черкасов, раскрутить его как исполнителя? Тем более, что Настя Бигрина петь не умеет и не желает, а у телепроекта «Дом-2» в запасе на канале «Ю» остались только песни самого Черкасова до тех, кто в этом сезоне числится строителями любви. До сих пор пробиться в мир шоу-бизнеса смогла одна Ольга Бузова в качестве певицы. Получится ли у Андрея Черкасова оказать помощь Артему Гранту в раскрутке? Если бы действительно мог, себя бы раскрутил. Или просто привычную тему дуэта Ромашева и Бухенбалты опять вытаскивают на суд публики? Стало понятно, зачем на самом деле Кристина Бухенбалты прилетела в Италию. Кристина решила устроить себе небольшой отпуск. Впрочем, как уверяет сама девушка, речь идет не только о том, чтобы отдохнуть от проекта. Так, за периметром у Кристины якобы накопилось немало дел. К примеру, сама брюнетка отметила, что ей необходимо принять решение о продаже авто, которое вот уже год пылится в гараже. А накануне стало известно еще одна причина нахождения Бухенбалты в Италии. Девушка навестила маму, но сделала это с определенной целью. Кристина намерена увеличить грудь, но перед этим ей оказалось важным получить благословение родительницы. Сама участница Дома-2 уже призналась, что боялась негативной реакции со стороны матери, но та, на удивление, оказалась только за. Дату операции сама Бухенбалты решила пока не озвучивать. Однако подписчики предположили, что это случится уже в ближайшие дни и как раз в Италии. Правда, многих все же удивляет, что Кристина готова сделать это за свой счет. Большая чистка на Доме-2. Смена состава вместо изменения формата. В свете последних новостей об уходе многих участников телепроекта, стало ясно, что на поляне идет большая чистка. Пропадает интерес к эфирам, в которых сделан упор на обсуждение исключительно скандалов и ссор. В том числе в парах, ранее считавшихся неприкасаемыми. В итоге проект покинули друг за другом Настера Инашвили, Полина Малинина, Анна Мадан и Максим Оргенштерн. Намекает на свой добровольный уход и Сергей Сидоров, так и не ставший мужем, потерпевший от кулаков Мадан Адрианы Утиной. Большая чистка на Доме-2. Смена состава вместо изменения формата программы. Поможет ли это просевшим рейтингам телешоу? Судя по появлению Алексея Безуса с девушкой, особых усилий создателям не понадобится. Пригласили опять пару, как это уже было с Аленой Савкиной и Ильей Семиным, Юлией Фременковой и Мандезиром. Теперь зрители ожидают очередной виток повторов. Пропали романтика и искренность чувств. Нет красивых и оригинальных свиданий. Девушкам приходится выпрашивать у своих парней, как Виктории Бахаревой, у Дмитрия Васильева, внимание, подарки. Жалуются в комментариях зрители, что внешний вид участниц не просто не дает красивой картинки и примера для подражания. Просто пугает с экрана неухоженностью и немытостью. Приходится оправдание девицам строчить в социальных сетях. Хотя рекламу мастеров и стилистов, приезжающих в периметр, они выкладывают регулярно. Может, смена формата, с которым никак не могут определиться на Доме-2, помогла бы делу и возродила интерес публики к просмотрам и обсуждениям телешоу? Стала известна настоящая цена популярности Алены Савкиной, которую не смущает компромат на мужа. Как выпускники Дома-2 восхищаются тем, что их узнают на улицах поклонники, выяснилось из новостей в социальных сетях от Рапунцель-младшей. Сторонники Алены очень удивились, что гордится беременная жена Ильи Семина тем, что ее с мамой Татьяной Владимировной узнали и угостили шурмой. Это не юбилей с бывшими участниками отмечать. Это подлинно народная известность нашла клан Рапунцелей. Не смущает Алену Савкину появившиеся в интернете новые ролики с компроматом на ее мужа Илью Семина? Нечего прошлое вспоминать, считает примерная жена и мать Рапунцель, в точности как ее старшая сестра Ольга, которая от этого прошлого отмыться до сих пор не может. Выходит, что цена популярности Рапунцель-младшей сводится к порции шурмы, о чем бывшая участница проекта поведала в своем микроблоге. Не слишком ли дешево оценили подвиги Савкиной на Доме-2? Пару дней назад взорвал в социальной сети компромат на Илью Семина. Шокирующей информацией поделилась в сети знакомой Ильи. На глазах девушки Семин строил отношения с ее приятельницей. Правда, успевал работать на два фронта, обслуживая и девочек, и мальчиков. Более того, с последними, экс-участник Дома-2 делал совсем уж грязные вещи. Так, если верить информатору за вознаграждение, Семин даже пил мочу. Более того, Илья говорил про их будущего ребенка с Аленой. Так, молодой человек мечтал, чтобы у Савкиной случился выкидыш, уверяя, что никакие дети ему не нужны. Покинувшая проект Анна Мадан заявила, что ее пару подставили. Стало известно, что Мадан и Моргенштерн покинули проект из-за нежелания портить свою репутацию в угоду организаторам реалити-шоу, заявив, что их пару подставили. Из-за вполне невинного флирта и разговора Адрианы Утиной с Моргенштерном распустили слухи, что Адриана договаривалась с Максом о привате ради эфиров. Спровоцированная Мадан устроила разборки и потасовку с девушкой. Утиной хорошо досталась от разгневанной Мадан. Организаторы Дома-2, уже хорошо знающие, что Аня любит распускать руки, все-таки ради эфиров пошли на провокацию в этой паре и целую неделю доставали Аню и Макса, действуя на больное место обсуждениями. По словам самой Ани, за целый год отношений с Моргенштерном они не ругались только, как после этой подставы. Они ругались каждый божий день. Одни выяснения отношений. Это очень сложно. Я лично ушла без сил, заявила Мадан. Конечно, никто Анну Мадан не оправдывает, но правильно ли поступили организаторы, сталкивая лбами участников? А может, уход Мадан и Моргенштерна был запланирован и все пошло по заранее намеченному сценарию? Как считаете? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...